Меня зовут Лидия Корчевная, я из Австралии. Пришла пора июльских ответов на вопросы. Сразу оговорюсь, что их много, есть интересные, поэтому, чтобы уложиться в регламент, постараюсь кратко. Вопрос первый. У меня уже несколько просьб рассказать о Польше. Я сразу оговорюсь, что бывала в Польше несколько раз. У меня там живут родственники, я даже немного путешествовала по стране, но в Польше не жила. Так что некоторые вредненькие зрители будут меня укорять. Тем не менее, обещаю, рассказ будет и интересный. Вопрос второй. В комментариях время от времени появляются разные сообщения, касающиеся вас, а вы их стираете. Я, как запустила YouTube-канал, решила, что за исключением прямых оскорблений и обращения на «ты», ничего стирать не буду. Но в последнее время пара-тройка крайне странных товарищей решили, что это возможность гулять по буфету. Они сидят у меня в комментариях и пытаются объяснить мне, а на самом деле моим зрителям, как я нехороша. А вот такой-то Сидоров, о котором я понятия не имею, хорош, честен и прям, эффективен и добр. А я левая такая, репутация подмоченная, ненадежная я такая. То ли дело Сидоров, матерые человечище, монстр переезда в Австралию. Или по делу, вопросы по теме мнения. Или в бан. Любой переход на личности со стороны комментаторов в бан. Поймите правильно, иначе я должна только сидеть и отписываться от товарищей. Я не такая, в Австралии жила миллион лет, этот сайт в глаза не видела, в этот период жизни жила в Китае, имею право, нет, не участвовала, не меняла. Это вообще не я. Сырую гречку не ем. Зубы свои. Мой форум – это мой дом. Превращать его в дверь общественного туалета площади трех вокзалов я не позволю. А вот на своих ресурсах эти господа могут реализовывать любые свои фантазии. Им сам Бог велел там резвиться. Надо же чем-то заниматься долгими австралийскими вечерами. У меня уж, простите, что про себя прекрасная репутация. Я могу давать моим будущим клиентам огромное число референсов за два десятка лет работы. Абадминтон с деревенской глубинкой в мои планы как-то не входит. Вопрос третий. Почему вы не рассказываете об австралийском спорте? Ответ прост. Я плохо в нем понимаю, хотя он действительно занимает огромное место в жизни австралийцев. Взяться рассказывать об этом, когда не в теме, неправильно. Скажу одно – стадионы здесь впечатляющие. Вопрос четвертый. Расскажите историю с вашей жизнью. Знаете, состарюсь, напишу автобиографию, потихонечку и так что-то рассказываю. Но мой канал все же не обо мне, и моя жизнь, как мне кажется, не так интересна. Жила во многих странах, уезжала, возвращалась, путешествовала, приобретала опыт. Наверное, с этой точки зрения я счастливый человек. Вопрос пятый. Вы много говорите об иммиграции в Австралию, но мало конкретики. Нет. Я не собираюсь прочитать вам мантру, что я не иммиграционный агент, поэтому не имею права говорить об иммиграции в Австралию. Очень даже имею право. Я не имею права давать персональных иммиграционных советов, а высказывать оценочные осуждения по иммиграционным вопросам, рассказывать о иммиграционных возможностях страны, имеют право все. Нельзя же запрещать рассказывать, скажем, об утиге на основе того, что у человека нет лицензии электрика. Чинить нельзя, это правда. Но так вот тут есть проблема. Если в ролике начинаешь рассказывать об иммиграции, получаешь посещаемость и отзывы. Если нет, нет. На самом деле подавляющее число людей интересует, как свалить. А я специалист по образованию, а не как свалить. Просто я твердо придерживаюсь концепции, что в Австралию правда имеет смысл ехать учиться, если есть возможность, разумеется. А иммиграция вторична по отношению к карьере. Она придет сама, как следствие появляющихся у вас в результате учебы возможностей. Австралия действительно образовательная сверхдержава. И учеба здесь вполне доступна, если начинаешь в этом разбираться. Но по отношению к Камбоджи дорого. И с этим ничего не поделаешь. Вот такая конкретика. А уехать сюда и мигрировать не через карьерные возможности можно, хотя и очень непросто. Но это правда уже не моя область интересов и знаний. Вопрос шестой. Зачем вы делаете тупые шотцы? Ну, во-первых, не тупые. Могу обидеться. Я просто хочу иметь иногда возможность выйти и сказать, академического образа, пошутить, рассказать анекдот, просто повалять дурака. Формат шотца это позволяет, что очень хорошо. Вопрос седьмой. Что за ролики с Соней? Зачем? У меня есть мысль, что для многих будет интересно узнать из уст ребенка, как устроена школа, местная жизнь, как идет образовательный процесс, чтение. Я посмотрю на отзывы, пишите тоже, что думаете, нравится, нет. Там решим, стоит ли продолжать. Ну что, главная опасность надо есть. В избежание наступления этого состояния буду заканчивать. С вами была Лидия Корчемная и наша Сиднейщина. YouTube канал об Австралии и обо всем на свете. Если есть вопросы, пишите на e-mail, вы видите его сейчас на экране. Расскажите о себе, своей ситуации и планах. Я всем постараюсь быстро ответить. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Буду очень благодарна, если вы подпишетесь на канал, разместите ссылки на него в соцсетях, поставите лайк, напишите отзыв, вопрос, мнение, обсудите со своими друзьями. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok